итак здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас пятница 9 июня давайте посмотрим на графики евро фунта и поговорим о дальнейших перспективах движения видим что евро в принципе нашел в себе силы да была небольшая зафиксирована просадка после разочаровывающего отчета по изменению объема ввп еврозоны за первый квартал если первоначальная оценка сообщалось нам о росте на 0,1 процента то с учетом пересмотренных данных как раз таки был зафиксирован в первом квартале по сравнению с четвертым кварталом было зафиксировано сокращение на 0,1 процента а годовой рост составил всего лишь один процент против 1 и 3 которые сообщались ранее конечно это не самая лучшая новость для еврозоны так как все-таки техническая рецессия хоть и не предполагается что она перерастет в реальную но уже имеется и тот факт что европейский центральный банк будет дальше повышать процентные ставки а видим что евро довольно неплохо отыгрывает эти ожидания продолжает провоцировать на покупки особенно на текущих локальных минимумах где находится пара евро доллар что собственно вчера привело к выходу за пределы бокового канала прорыв на 736 провоцировал снос 100 приказов и вот такое вот мощное движение вверх но особо не надеетесь на то что евро сегодня продолжит выстоящую тенденцию вполне может быть так что медведи заберут но 7 68 и ровненько сегодня мы также быстро упадем как вчера росли но об этом чуть чуть позже вышли у нас вчера также данные недельные по числу первичных обращений за пособиями по безработице в сша там показатель подскочил на 261 тысячу ожидали экономисты 236 тысяч и собственно все это подогрело спрос на рисковые активы и привело к укреплению как евро так и мы видим и британского фута который выбрался за недельные и месячные максимумы что касается сегодняшнего дня вступление представителей европейского центрального банка ничего у нас нету скорее всего его представители будут говорить о том что дальше надо повышать процентные ставки а об этом нам заявляла на этой неделе и крестин лагард дала ясно понять что в ходе июньского заседания ставки точно будут повышены и скорее всего повышенно не будут повышаться они будут и дальше если европейские политики опять же поднимут эту тему но она отыграна это понятное дело но очередной спрос на рисковые активы имеет шансы на рост и собственно на восстановление евро и британского фунта никакой другой статистики у нас сегодня вообще нету поэтому положить как пара себя будет вести во второй половине дня соответственно отсюда и на следующий сценарий часовой графике евро доллара если у нас никакой реакции бычьи нету на выступление представителей европейского центрального банка если медведи забирает но 7 68 прорыв то есть мы снижаемся в этот уровень формируется сложный пробой небольшое движение там на 10 12 пунктов вверх и вновь возвращаемся к 07 68 в таком случае буду рассчитывать на короткие позиции и на полное перекрытие вчерашнего восходящего движения как минимум с обновлением 07 36 где также будут открывать длинные позиции только при формировании ложного пробоя покупки на отскок от 0705 в расчете на коррекцию 25 30 пунктов если быки защищают но 7 68 пожалуйста нет никакой проблемы если у нас представители перспективного банка продолжают комментировать жесткую политику то можно ожидать точек входа в длинные позиции срывком на 08 2 0 я думаю здесь определенные медведи себя проявит буду продавать на ложном пробое либо уже тогда продажи на отскок от 08 30 покупать на закрепление 08 2 0 я не вижу никакого смысла так как не думаю что восходящий тренд по евро имеет место быть и все-таки на самом деле крупные игроки откупают текущее дно поэтому ну если пропущу этот сигнал евро продолжит рост выше 08 для ничего страшного буду продавать на отскок от 08 30 с движением 25 30 пунктов что касается британского фунта здесь в принципе история аналогичная покупки на ложного пробоя 2532 должен быть моментальный хороший рост на 2560 тут уже закрепление вышитого диапазона можно посмотреть длинные позиции в расчете на 25 83 26 11 26 11 буду только продаваться на отскок с коррекцией 25 30 пунктов но продажа 25 83 25 60 только при формировании ложного пробоя важно отметить что если мы сразу в первую половину дня дёрнемся на 25 60 обновим недельный максимум на индикаторе магде будет зафиксирована дивергенция то в таком случае это будет хороший сигнал на открытие коротких позиций опять же с целью перекрытия вот этого хотя бы части вот этого вчерашнего движения поэтому закрепление ниже 25 32 обратный тест внизу вверх отсутствие активности здесь со стороны покупателей все это будет сигналы на продажу и жду движение на 2506 24 78 на 24 78 продажи на отскок с той же коррекции 25 30 пунктов ну а покупки 2506 как и 2532 только при формировании ложного пробоя всем удачи и хороших выходных